В Нью-Йорке появилась новая школа, которая может похвастаться высокой энергоэффективностью. Она уже ожидает сертификата пассивного дома. Японцы создали прозрачный зимний пуховик без наполнителя. Производитель утверждает, что куртка легко выдерживает морозы за счет уникального материала. В Бельгии прошла ежегодная регата на лодках-тыковах. Команды из четырех человек гребли за всех сил, чтобы прийти к финишу первыми. Взрыв прогремел на одном из рынков в Индии в результате пожара, начавшегося в магазине пиротехники. Подробности далее. Огонь распространился на склад фейерверков. В результате они начали взрываться, озаряя небо яркими вспышками. Покупатели и сотрудники горящего магазина устроили давку, пытаясь покинуть помещение. На кадрах видно, как люди пытаются заслониться от летящих в них обжигающих искр подручными предметами. Например, один из мужчин выставил перед собой стул, защищая лицо. Помимо самого магазина загорелось несколько автомобилей поблизости. Информации о пострадавших не поступало. Как пишут местные СМИ, на месте уже работают огнеборцы. Прибыло не менее пяти пожарных машин. Колумбийские биологи делают все большее открытие. Этому способствует мир между правительством и повстанцами. Теперь ученые могут проводить исследования там, где раньше было опасно из-за боевиков. Тему продолжат мои коллеги. Колумбийские биологи продолжают открывать новые виды растений, амфибий и насекомых. Большие возможности для исследователей открылись в 2016 году, когда правительство страны и повстанцы из группировки ФАРК заключили мир. До этого в течение 50 лет отправлять экспедиции в джунгли было опасно. Там скрывались повстанцы. «Мы постоянно боялись работать на природе, хотя и увлечены своим делом. Выходя в лес с фонариком и увидев, как кто-то проходит рядом и тоже светит фонариком, мы не знали, фермер это или кто-то другой. Мы выполняли своё дело с большой любовью и страстью, но с большим риском и некоторым страхом». Теперь колумбийские ученые ежегодно открывают в три раза больше растений, чем во время конфликта. «Долгое время ни один ученый не заходил в те места. Это были труднодоступные районы с большим биоразнообразием. Думаю, все мы, учёные, хотели там побывать, потому что эти районы не были исследованы, и там хорошо сохранилось природное богатство». Между тем, Колумбия остаётся одной из самых небезопасных стран в мире. Здесь появляются новые группировки, которые угрожают нормальной жизни людей. «Есть ещё много мест, куда очень рискованно ехать. Нашими союзниками становятся люди, живущие там. Они договариваются о том, чтобы нам позволили заниматься своей работой. Но сейчас намного безопаснее, чем было в конце 90-х или начале 2000-х, когда я начала проводить исследования на природе как биолог». Учёные также отмечают, что преступные группировки – это не единственное препятствие для исследований. Там, где не стало боевиков, началась вырубка леса. Это угрожает сохранности природы. В Нью-Йорке появилась новая школа, которая может похвастаться высокой энергоэффективностью. За счёт технологий стандарта «Пассивный дом» здание потребляет на 70% меньше тепла и энергии, чем обычные помещения той же площади. Давайте узнаем все детали. В одном из кварталов Нью-Йорка появилась новая «Зелёная школа». Это здание с ультранистским потреблением энергии открылось для учащихся в сентябре этого года. Его спроектировала компания «Акитекча Ресёч Офис». Теперь оно проходит сертификацию на соответствие так называемому международному стандарту пассивного дома, в котором достигается максимальная энергоэффективность. «Проще говоря, это прямой способ сократить углеродный след города». Пассивный дом – это стандарт энергоэффективности, разработанный в Германии в 70-х годах прошлого столетия. Его могут применить к любому типу зданий – от частных и многоэтажных домов до коммерческих зданий и школ. Ключевой фактор – дизайн, призванный сократить количество энергии, используемое для отопления и охлаждения. Дом должен быть очень хорошо изолирован, окна трёхкамерные. Также нужна система рекуперации тепла, которая позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении, задействуя при этом меньше ресурсов. «Выгода в том, что здание будет примерно на 70-75% эффективнее обычного дома, обычной государственной школы, с точки зрения потребления энергии». Система государственных школ Нью-Йорка – крупнейшая в мире. В ней обучается более 912 тысяч учеников. Она включает 1400 школьных зданий во всех районах. Но многие из них старые, с котлами, работающими на газе или дизеле. «Отказ от ископаемого топлива в этих зданиях – огромный шаг, который не только сократит выбросы углерода, но и сделает воздух, которым мы все дышим, более чистым». При этом систему пассивного дома можно внедрять как в новые, так и в старые дома. В 2022 году мэр Нью-Йорка запустил инициативу стоимостью 4 миллиарда долларов, чтобы сделать все новые городские школьные здания полностью электрическими, а также к 2030 году перевести на такое отопление 100 существующих школ. Японцы создали прозрачный зимний пуховик без наполнителя. Несмотря на то, что пуховик выглядит как надувной жилет для плавания, он сшит из умной ткани. Производитель утверждает, что куртка легко выдерживает морозы за счет уникального материала. Он производит тепло с помощью преобразования инфракрасного света. Материал поглощает лучи, присутствующие в солнечном свете, и использует их для генерации тепла. Новинку выпустили уже в продажу, правда, только в Японии. В Бельгии прошла ежегодная регата на лодках-тыквах. Команда из четырех человек гребли изо всех сил, чтобы прийти к винишу первыми. По словам организаторов, вес каждого овоща, используемого в качестве судна, достигает нескольких сотен килограммов. Давайте посмотрим на это зрелищное действие. Более трехсот человек приехали на север Бельгии, чтобы поучаствовать в заплыве на лодках-тыквах. Состязание проходит каждый год с 2008-го. А основали его местные фермеры. Они каждый раз пытались придумать применение своим гигантским тыквам весом более 400 килограммов, кроме как употреблять их в пищу. Несколько лет назад у нас оставалось много больших тыкв. И мы хотели сделать что-то для всех, связанное с историей Хэллоуина. Так и появилась регата. Мы выдалбливаем их, сохраняем семена на следующий год, а тыквы-лодки потом оставляем на поле, где они будут служить удобрением на следующий год. Организовывают регату производители тыкв вместе с клубом каякинга. Правила очень простые. Команды состоят из четырёх человек, которые делают круг в тыкве и передают эстафету следующему товарищу по команде, который также делает круг. Последний член команды должен грести к пляжу. Главное – сделать это быстрее всех. Вообще, тыквы здесь вырастают намного больше. Но для каяков подходят весом от 300 до 500 килограммов. Это каноэ, но у него нет ни передней, ни задней части. Поэтому нужно быть очень сильным, чтобы сохранять равновесие и плыть в нужном направлении. Ведь нужно сделать круг и вернуться обратно. Я немного запыхался. Мне нужно больше заниматься греблей на каноэ. Она грязная, мокрая и скользкая. Мы впервые приняли участие в прошлом году, увидев видео в соцсетях. Было очень весело, так что это уже второй год, когда мы участвуем. Здесь также прошёл конкурс Европы на самую большую тыкву. В этом году победил плод весом 1160 килограммов. Достижение такого веса – это само по себе можно назвать гонкой. Обычно тыквы начинают расти в июне, поэтому у них есть только 4-5 месяцев, чтобы достичь огромного размера. Неожиданный гость в китайском отеле. В чере трёхзвёздочную гостиницу в китайском городе Нанкин ворвался кабан. Но постояльцу были не рады. Уже в зоне ресепшн его начали ловить полицейские и жёстко попытались отправить в освояси. Пронакопытный, вероятно испугавшись людей, стал убегать к выходу. В помещении ничего не пострадало. Подобный случай происходил уже не первый раз. В 2020 году Дикий кабан зашёл в магазин с пузырьковым чаем в Нанкине, напугав сотрудников. На этом у меня все новости. Желаю вам хорошего настроения. С вами была Ксения Петренко. Ещё больше мировых новостей в нашем YouTube и Telegram канале. QR-код сейчас на экране. Увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова